Всем привет! Сегодня у нас первый взгляд на обновленную трилогию старых частей GTA. На самом деле каждая игра сборника по-своему уникальна и каждую из них нужно разобрать отдельно, что я и планирую сделать. То есть будут отдельные обзоры игр GTA 3, Vice City и San Andreas. Казалось бы этим играм больше 15 лет и кто бы мог подумать, что я их буду заново обозревать. И даже три месяца назад я и подумать не мог, что они будут на обзоре. В каждой из обновленной части трилогии есть свои плюсы и минусы и об этом мы еще поговорим подробно, но сейчас так. Чисто поговорим о первых впечатлениях и о явно заниженной оценке игры на метакритике. Ну серьезно, настолько низких баллов эта трилогия не заслуживает. Начнем с цены и 5000 рублей тут реально дофига. Этот сборник столько не стоит. Отличная цена для этого сборника в районе 3000 рублей для консолей, для ПК само собой еще дешевле, потому что на ПК вообще-то было куча модификаций, которые хоть и поудаляли с официальных сайтов, но пираточки большинства модов, к счастью, все еще можно достать. И на ПК с модами, что для San Andreas, что для Vice City, что для GTA 3, особенно полноценные глобальные модификации на движке GTA 5, все это смотрится и играется намного лучше, чем та трилогия, которую предлагает Rockstar официально. Но для консольщиков, у которых последний раз похожая трилогия была откровенным говном, потому что я помню, я играл в трилогию на PlayStation Vita и третья часть на PlayStation 3, например, это просто кошмарище. Поэтому вот для консольщиков этот сборник в принципе за 3, ну максимум 3,5 тысячи рублей это нормалек. За 3 полноценные GTA-шки, каждая из которых проходится, ну минимум часов 15. Вот если так основательно углубляться, а не просто бежать по сюжету. Плюс ко всему, тут три отдельные игры и по сути три платины, так что для любителей платин это вообще халява. Но тем игрокам, кто предпочитает играть на компе, лично я считаю, вообще этот сборник не нужен, потому что, опять же, тут нету ничего. Тогда как на пиратках есть Samp, МТА, похожая модификация для Vice City, плюс куча модов на тачки, плюс куча модов на новые острова, та же криминальная Россия. Всего этого в сборнике нет. Тогда что же здесь продают? Ну, в принципе, улучшенную версию для консольщиков. Сразу скажу, мультяшный визуал, который вот ты тоже сейчас наблюдаешь, он напрягает вот буквально первые, наверное, пару часов. Я тоже до этого смотрел видеоряд и просто плевался с происходящего, но, в принципе, когда ты начинаешь сам в это играть, ты быстро достаточно привыкаешь к этому визуалу, и, в принципе, обновленная картинка тебе потихоньку начинает нравиться. То есть здесь, конечно, Fortnite, но, скажем так, кровь, кишки и убийства вписываются сюда вполне неплохо. Особенно в Vice City. Вот в Vice City визуал, на самом деле, прям классный. Тут прям и палящее солнце офигенское, и дождь не такой, как в GTA 3. Там прям вообще что-то дичь редкостное получилось. Его прям сто процентов надо переделывать, он никакой. Вот. Vice прям мне понравилось по части визуала, то есть я прям быстро к нему привык. Да, конечно, Томми Версетти тут у нас раскабанил, диета на беляшах дала себе знать, и, в принципе, у него лицо не выглядит как лицо чувака, который только что отсидел, и которого недавно кинули, и он хочет со всем разобраться. То есть реально, ну, у него не то лицо, которое устрашает. Но вот если брать в общем, если абстрагироваться от лиц Кортеза и прочих, и вот просто брать общее впечатление, общую картину, то, в принципе, Vice приятен. То есть если Vice будут толкать отдельно от сборника за вменяемые деньги, это вполне годно. Не идеально, но вполне играбельно, и такой графический мод, в принципе, хорош. С некоторыми нюансами, но он хорош. По игровому процессу, ну, вот каких-то глобальных изменений, по-моему, нет. Лишь один раз я попытался ограбить оружейку, но у меня это не вышло, и я думал, что эту механику вырезали, но нет, этого нельзя было сделать по миссии. На самом деле, вне миссии все осталось на месте, и строительный магазин, и оружейки, их можно грабить прям вообще без проблем. Все это работает. Но вот что реально не работает во всей трилогии, это искусственный интеллект. Тут он какой-то странный. Тачки врезаются друг в друга, менты, которые просто стоят на входе и ничего не могут сделать с тобой, когда ты вошел в какое-то помещение. И это проблема всей трилогии, и это достаточно странно. То есть искусственный интеллект тут прям запороли, по-моему. По части запоротости также могу отметить АИМ. АИМ тут прям с мобилок перекочевал, как и перевод. Переводы тут тоже с мобилок. Вот. Но, например, насчет АИМа, тут он просто отвратительный, и даже играя на консолях, я рекомендую его отключать, потому что, ну, например, тебе нужно выстрелить в какую-то воспламеняющуюся бочку по сюжету, а вместо этого ты просто зажимаешь кнопку прицела, и АИМ может автоматически перевестись на охранника. Хотя тебе не нужен охранник, тебе нужно по-быстрому бочку, опять же, взорвать, чтобы взорвались грузовики. И рукопашные бои, они тут прям отвратительно сделаны. Особенно я это ощутил в ВАИСе и в Сан-Андреасе. В третьей части как-то еще не так, там терпимо, там тебе пушки достаточно быстро дают, и врагов там не так много. В принципе, там одного-двух завалил, и все, и нормально. А в ВАИСе, например, где есть массовка на той же стройплощадке, ну, там прям вообще АИМ ведет себя отвратительно. В Сан-Андреасе тоже есть похожие моменты, и там тоже с этим все плохо. То есть я, в принципе, заморочился, и в какой-то момент я через силу отключал АИМ. Да, целится тяжелее, особенно с геймпадов, но это намного удобней. Так хотя бы честно, у тебя есть хотя бы шанс навестись и попасть. А с АИМом он просто, он железно замыкается на каком-то враге, например, даже который может вообще где-то за поездом стоять, и принципиально не переключается на тех врагов, которые у тебя в зоне видимости, которых ты можешь убить. Этого нет. Также есть графические глюки. Когда ты, например, в том же ВАИСе, в миссии, где нужно запугать адвокатов, я там просто подъезжаю на точку, а там какая-то лоурайдерская тачка стоит. И вот таких мелких косяков пока нормально так хватает. По сюжету пока много говорить не буду, потому что ни одну из частей пока до конца не прошел. Это все в процессе. Могу сказать, что некоторые миссии все-таки упростили. Это, например, миссия с вертолетиком стала прям совсем простой. Хотя она и на PlayStation 2 была несложной. Когда с геймпада играешь, то есть проблемы были в основном на ПК-версии. А так сейчас теперь еще и время на вертолетике добавили. Там вообще там 7 с лишним минут. Это дофига. Теперь вся сложность не в том, чтобы быстро донести бомбу и сбросить, а в том, чтобы банальный вертолетик уцелел. А если не торопиться, это вообще несложно. В ВАИСе мне еще понравилось, что когда начинает идти дождь, еще лужи появляются. Этого тоже вот в старых частях, в оригинальных не было, потому что я до этого оригиналы проходил. И выглядит это круто, но машину начинает носить просто как на льду. И вот эта вот вообще физика вот странно очень сделана. Хотя в основном во всей трилогии физика осталась такой же. И это я считаю плюс, потому что в принципе я проходил оригинал. Я сажусь за обновленную трилогию, графически обновленную. И я чувствую себя как в своей тарелке. То есть мне не нужно перестраиваться. Я физику-то помню. Я уже к ней привык. Все вообще классно. То есть это та самая физика из оригинальной трилогии. Единственное, что может быть мне показалось, но вот машинки чуть-чуть по-другому управляются. Но может быть, я уточню. Потому что я до этого как бы проходил консольную версию, например, на плойке второй, а там как бы 25-30 фпс было. А тут все-таки 60 и игра немножко все-таки по-другому ощущается. Поприятнее, поплавнее. И вот физика машин, она тоже кажется поплавнее. Но сразу скажу, вот чего я не ожидал, так это того, что на BMX, например, в Сан-Андреасе оставят управление из PlayStation 2 версии. То есть раскладка один в один. И это немного вот неудобно, потому что ты вроде бы до этого проходил другие части, ты уже привык к обновленному управлению. А потом садишься за BMX и понимаешь, что тут ехать вперед не на R2, а тут нужно по старинке X тыкать. Кстати, по поводу этого. Бег. Бег просто отвратителен во всех трех частях, потому что ты просто закликиваешь этот крестик, ну этот X или кнопку A на Xbox, ты ее постоянно тыкаешь, чтобы персонаж примерно через секунды 2-3 сообразил, что ему нужно бежать. То есть это не как раньше, там, например, на компе зажал Shift или там на плойке второй, там, быстренько, быстренько начал нажимать там крест, этот X, и персонаж сразу понимает, что ему нужно бежать. Здесь не так, он реально, он тупит там 2-3 секунды и только потом начинает потихоньку разгоняться. И это просто ужасно, потому что, например, горит тачка, тебе нужно из нее выбраться и быстро убежать, а персонаж этого не может сделать, он еле-еле начинает разгоняться. Это отстой. То же самое, например, с погонями от полицейских, когда тебе нужно быстро побежать, схватить какой-то там, схватить какой-то байк, там, быстро украсть какую-то тачку и поехать. И ты этого не можешь сделать, потому что персонаж еле-еле начинает разгоняться. И как бы полицейские-то за тобой бегут в старом темпе так же быстро, а ты нет. Ты постепенно начинаешь разгоняться, это стрёмно. Бег тут по-любому надо переделывать. А в Сан-Андресе к этому всему еще добавляется механика карабканий, вот паркур так называемый. Это вот тоже очень плохо реализовано на данный момент. То есть ты залезаешь и вынужден просто постоянно там квадрат или х тыкать, я уже даже не помню. То есть нужно быстро-быстро тыкать, и персонаж только секунду через 2-3 тоже вот понимает, что игрок хочет, чтобы он вскарабкался наверх. Это тоже не раз меня подставляло. Ну и паркуром, само собой, все, нельзя заниматься. Приятно заниматься паркуром можно было в предыдущих оригинальных частях, здесь нет. По музыке, вроде говорят, там какие-то саундтреки вырезали, да я тоже это читал, да там часть саундтреков не смогли лицензировать, но это и понятно, потому что часть саундтрека стала легендарной именно благодаря Vice'у. До этого это просто были хорошие, годные там хиты своего времени, но благодаря там GTA 3, там Vice City эти саундтреки стали культовыми, и сейчас их ценник, конечно, намного выше. Ну плюс того же Майкла Джексона уже в живых нет, а за использование музыки Ozzy Osborne до сих пор страйки прилетают. Так что, в принципе, могу сказать, что нехватку саундтрека ощутят только совсем прям лютые меломаны. Большинство, в принципе, заметит, что просто музыки стало чуть меньше, но какая именно композиция там ушла, какие остались, если не искать список этих удаленных композиций, то вряд ли кто-то вообще это заметит. В San Andreas просто излишне завышен контраст, то есть по-любому нужно заходить в опции и предварительно яркость поправлять, потому что тут и так как бы персонажи афроамериканцы, а они тут стали еще темнее, то есть если раньше CJ выглядел там как три в одном, то теперь он прям лютый эспрессо такой. Когда они садятся в машину, например, если они садятся в машину с черным салоном внутри, то ты просто не различаешь персонажей, где кто находится, там просто какая-то темная каша. Или, например, ты идешь в парикмахерскую, и в парикмахерской ты не видишь, в принципе, в обновленной менюшке ты не видишь, какая именно эта прическа, потому что, ну там тоже интерфейс очень темный, и на его фоне ты просто не видишь, что именно меняется там на голове. Это очень странно сделано. Еще что там было. В третьей части добавили карту, но это опять же с мобильной версии, насколько я помню, в мобильной версии уже была карта. То, что обновили во всех трех частях, это кольцо навигации, но опять же оно работает местами криво и не показывает действительно короткие маршруты. Иногда он просто сбивается и теряется. Ну, надеюсь, с патчами это поправят. Во всем остальном, ну, на первый взгляд, по крайней мере, вся трилогия играется примерно так же, как и раньше. Но тут важный нюанс. Кому, в принципе, может понравиться этот сборник? Пока что, пока я не прошел еще все игры до конца, вот сейчас первый взгляд, я могу сказать так, что эта игра подойдет ностальгирующим школьникам. То есть относительно взрослым игрокам, особенно тем олдам, которые застали эти GTA-шки еще на PS2, этот ремастер явно не понравится. Во-первых, потому что мы застали то время, когда игры любили не за графена, а за геймплей. И по части геймплея тут чего-то нового нет. То есть ни Клод, ни Томми не умеют плавать, например. То есть все здесь по-старому осталось. Есть только небольшое упрощение в виде чекпоинтов. И то, опять же, в третьей части и в Vice чекпоинты перед миссиями сделаны перед началом миссии. И это классно прям. Потому что тебе в случае поражения, там, тебе не нужно ехать заново брать миссию. Тебя просто как бы перематывают на тот момент. А вот в Сан-Андреасе сделали чекпоинты посреди миссий, как в пятой GTA-шке. И это прям отстой, потому что вся сложность просто теряется. То есть если ты какой-то момент запорол, тебе не нужно всю миссию сначала проходить. Тебя просто откидывают назад на чекпоинт. Вот это прям странно. Вот этого делать не надо было. Во-вторых, если бы мы хотели увидеть обновленную графику в этих играх, то она явно была бы более реалистичной, а не такой мультяшной и угловатой. Поэтому алдам такой сборник не нужен, как и пекарям. Я уже сразу сказал, все, ПК-шники прям вообще игнорируйте этот сборник, он вам просто не нужен. Это не для вас. Этот сборник, опять же, подойдет для владельцев, там, PlayStation 4, например, PlayStation 5, для владельцев и Xbox'ов последних, потому что Сан-Андреас будут в геймпассе раздавать, и это прям вообще хорошо. Особенно если ты не проходил до этого эти игры, прям вот этот сборник подойдет вполне. Ну, как я сказал, в основном ностальгирующим школьникам. То есть вот тем, кто, может быть, играли в детстве в Сан-Андреас на телефонах и планшетах в детстве. И вот им такой ремастер, наверное, зайдет, потому что он такой весь мультяшный Fortnite, только с кровью и беспределом. Только есть один важный нюанс. В каждом сборнике до сих пор проскакивают штаттеры, и, в принципе, игра тормозит. Особенно эта проблема люто замечается в Сан-Андреасе, где ты доезжаешь, например, в гонки лоурайдеров до чекпоинтов, и игра просто тормозит. Она фризит, там, на секунду, на две. То ли что-то подгружается. Хотя что там подгружать-то? Это ж, по сути, старая игра. Ну, короче, есть фризы на чекпоинтах. И, например, если тебе нужно повернуть, а на повороте стоит чекпоинт, то ты, естественно, нормально не повернешь. Вот это сейчас прям серьезная проблема. Но я думаю, ее с патчами поправят, потому что, ну, если она на PlayStation 5 себя так ведет, то вы чего? А что ж там на четверке тогда? Ладно, пока я об этом думаю, я могу сказать, что, скорее всего, я даже оценок этому сборнику ставить не буду, потому что, ну, например, свои заслуженные 12 из 10 оригиналы этих игр получили еще больше 15 лет назад. А оценивать эту классику как-то по-новому из-за мультяшного визуала просто нет смысла. Тем более, когда ты знаешь, что на актуальных консолях это, в принципе, самая стабильная версия, как я говорил, на PlayStation 3 я уже поиграл в третью GTA-шку, мне хватило, не надо. Короче, ждем патчи, ждем скидки и смотрим. Я бы его примерно оценил на четверку или на пятерку из десяти, но явно не 0.9 или там 1.4, которые ставят на Метакритике сейчас. И, в общем, как я и сказал, пока что это мои первые впечатления. Я думаю, прекрасно было слышно, что я это все говорил таким экспромтом, то есть без заготовок, без плана, без сценария. Полноценные обзоры будут, как я сказал. Будем обозревать каждую из трилогий. А на сегодня это все. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok